Ну что ж, друзья, всем привет! Наконец-то мы превратились из музыкального канала в канал, который показывает Counter-Strike. С вами Артур Иван Величко, студия Starladder. Ну и мы вот сами в ожидании сейчас матча между командами SK Gaming и Optic. Ну вот будет что-то интересное однозначно. Пока что у нас разминка здесь идет. Я уже вам включил, думаю, что после того, как на час двадцать ребята из ЕЦ задержали этот матч, я думаю, что вам уже очень хочется посмотреть хотя бы разминку, потому что все-таки слишком долго мы ждем хотя бы чего-то. Да, я сам вижу, что вы очень рады. Я сам рад, просто понимаете, я пришел в восемь часов в ожидании того, что... Ну вот сейчас досмотрю европейские игры и, скорее всего, тут вот, ну, может быть, с небольшой задержкой начну уже свои матчи. Но, как видим, мы пришел, посидел полтора часа, АФК, еще часть посидел, ну и вот, наконец-таки, зашел, как только получилась возможность. Так что, друзья, вы уж не подумайте, что что-то зависит здесь от нас. А встречается у нас команда SK Gaming против Optic Gaming. Я напоминаю вам, друзья, что сейчас мы будем смотреть в такой хорошей атмосфере ночной, потому что уже практически ночь. Вот. Пофиксите имена, пожалуйста. Да, да, давайте, чтобы все было чики-бомбони, чтобы не мешать нам. Вот. И смотрим мы ЕЦС Season 2, Северная Америка. Вот такая вот интересная штука в ближайшее время. Мое лицо, когда ждешь матч полтора часа, а команды все еще разминаются. Ну, мое лицо лучше вообще не показывать, когда я вижу, сколько мне приходится ждать иногда матчи. Особенно вот Северная Америка, ночные. Сами понимаете, что у меня еще шесть матчей впереди, друзья, и я думаю, что не каждый из вас со мной осилит досидеть до конца. Какая задержка? Ну, вот была задержка жесткая, полтора часа. Вот такая вот штука. Но тем временем, тем временем уже 10 игроков на сервере, и я думаю, что в ближайшее время запустится начало игры. И мы, наконец-таки, посмотрим с вами на интересный североамериканский Counter-Strike. Да, друзья, я работаю из своей домашней студии, поэтому вы меня никогда не видите. Максим, вы можете увидеть меня на своих стримах. Поэтому вот такая вот штука. Работаю ночью, да и днем тоже. Ну, в общем, всегда, когда получается. Но пока что еще не из Киева. Пишите, как настроение. Что вы ожидаете от этого матча, ну и за кого болеете. Потому что мне, на самом деле, интересно. Мы немножко с вами пообщались. Я в чатике с вами сидел, разговаривал. Вот. И мы посмотрели все-таки, кто на кого поставил. Есть отчаянные люди, которые ставят на оптиков. Есть отчаянные, которые ставят на СК. Но я напоминаю вам, друзья, что у нас два Best of One матча. И что первая карта, это карта Cobblestone. Как раз-таки пик команды Optic. Ну и команда СК решили, что все-таки лучше всего будет сыграть их лучшую карту. А лучшая карта у них это Dead Rain. Ну и сейчас уже начинается ножевой раунд. Наконец-таки, я думаю, что вы сейчас просто все в экстазе. Я тоже. Слава богу. Все написали ready. Ну и смотрим за поножовщиной. Кем работаешь где? Комментатором. Как ни странно. Ну что ж, поехали. Тут уже заруба такая дикая понеслась. X-Ray включен. Включен. Все как надо. Ну и видимо, что оптики начинать будут за Диффенс. Потому что ножевой раунд они как раз-таки выиграли. Опа! А вот и нет. А вот и нет. И вы посмотрите, что пишет. Станислав будет начинать команда СК Гейминг за Диффенс. А оптики решили выбрать все-таки сторону атаки. Ну, это что-то нереальное. Давайте пройдемся по составам, чтобы все немножко освежили себе память. Команда Оптик Гейминг. Миксвелл, Нафлай, Раш, Тарик и Станислав. Что касается команды СК Гейминг, то здесь FNX, Fallen, Coldzera, Taka и Fer. Ну что ж, have fun, have fun. Пишем good luck, скажу я. Потому что все-таки уже перестали ребята писать good luck. Только желают повеселиться. Вот такая вот штука. Ну и пистолетный раунд у нас начинается. Видимо, что есть небольшая раскидка у Тарика. Ну и пошел уже Станислав Змейку. Заходит, получил немножко по телу. Ну и скорее всего, что... Да, готовится здесь выход на точку B. Уже пошел выход с дропрума. И два хэдшота вешает на флай своему тиммейту. И повесил он также еще одному игроку. FNX заходит сейчас с дропрума. Ситуация 3 в 3. Диффуз киты, к сожалению, нет. Ну и тут, конечно, ситуация получше как раз-таки для оптики гейминг. Сейчас будем смотреть с вами выбивание от СК. Но пока что... Пока что тут тишина. Подсаживается FNX. И, конечно, это может сыграть ключевую роль. Потому что на нем... Нет никакой. Зато на флай делает хороший хэдшот по Фоллину. Ну и сейчас Фер вместе с FNX. Будут пробовать выбить. Ну и тут уже воншотик залетел от Фера. А также еще воншот от FNX. Остается последний Миксвелл. Ну и этого... То? Что это было сейчас? Просто 16 хп. Миксвелл вытаскивает этот раунд, друзья. Ну и счет становится 1-0 в пользу оптиков. Ну и все, кто ставил на пистолетку на оптик гейминг, друзья, я поздравляю. Все, кто ставил на пистолетку СК гейминг, не расстраивайтесь. Ну и что ж. Смотрим. Смотрим с вами дальше, друзья. Давайте я немножко статистики вам расскажу. Пока тут у нас форсбай от команды СК гейминг. 4 дегла и Мак-7 у Фера. Работать он с ним будет как раз таки в рукаве. Ну и попробует что-нибудь интересное сделать. Так вот, друзья, сейчас СК гейминг на втором месте в своем дивизионе. После клаудов идут они. Сыграли они уже 10 матчей. 7 из них выиграли, 3 проиграли. Вот такая вот штука. Пикнули они сегодня у нас карту Трейн. Ну и команда Оптик сейчас идут на четвертом месте. Но матч у них сыграно на 2 меньше, чем у СК. Вот такая вот штука. Сыграно у них 8 матчей, 6 побед, 2 поражения. Ну и пикнули они, естественно, Кобал. Пошел здесь выход на точку Б. Уже раз делал пункт фраг. Также еще и Станислав добивает Така. Ну и полный развал от команды Оптик Гейминг. Остался здесь только Фоллан вместе с Фером. Ну и сейчас, конечно, ситуация 2 в 5 крайне печальная. Тут лучше бы уйти как-нибудь на сейв. Так, смотрим, что дальше. Ага, немножко информации, да. Сыграли 8 матчей Оптики, 6 выиграли. Ну и 2 проиграли. Занимает пока что четвертое место. Вот. Что касается дуэли между этими командами, то сыграли эти команды 10 матчей. Ну и 8 из них выиграла команда СК Гейминг. 2 из них выиграла команда Оптик. Вот такая вот штука. Ну и сейчас Оптики решили немножко подломать эту статистику. И, наконец-таки, размочить этот жесткий счет. Тем временем, команда Оптик сейчас устремляется пятером под точку B. Ну и принимать это все дело будет только 3 игрока. Потому что тут снова по КД делают какой-то упор на рукав. Ребята из команды СК Гейминг. Пошел врыв уже через дропрум. Первый минус от Станислава. Также заметили здесь еще и ФНХа. Ну и снова это... Это, я даже не знаю, этот дуэт с Фоллэн вместе с Ферром, который находится на точке А, снова... Снова остались вдвоем против пятерых. Ну и сейчас, конечно же, третий раунд достается команде Оптик Гейминг. Я напоминаю, что эти обе команды участвовали в ESL Pro League Season 4, который был в Бразилии на родине команды СК Гейминг. Ну и там как раз-таки бразильцы уступили клоудам в финале, но все-таки до финала добрались. Получили они своих 90 тысяч долларов заслуженных. Ну вот, конечно, немножко в финале им не повезло. Команда же Оптик тоже участвовала, и она вышла из группы, но там также проиграла 2-0 по картам Клауд Найн, и получила 35 тысяч долларов. Кто после них играет? Тут еще будет один матч СК против Оптик, потом будет СК против Клауд Найн. Два матча. Ну и последний, если я не ошибаюсь, то там будет CLG против Клауд Найн. Если не ошибаюсь, друзья. Ну точно CLG, а вот против кого уже не помню. Вы уж простите. Покупаю тебе missile снайперскую винтовку, ну и сейчас бежит под точку B. Также есть снайперская винтовка у Фолона, но и есть... Ну посмотрите, байт получше как раз-таки у СК Гейминг, и... под флешку открывается, но Фолон делает опенфраг, и дальше потихонечку уходит оттуда. Вот как-то вроде как грамотно под флешку пробовали, но Фолона не обдуришь. Этот парень сумел не просто увернуться, а также сделать опенфраг по... одному из игроков команды Оптик. Ну и Фер сейчас ловит не самый удачный тайминг, заходит к нему в спину раш, но тот успел убежать. Успел убежать, и, конечно же, сейчас нужно немножко рассредоточиться. Такая ситуация, что три игрока под точкой B работают, два на точке A у команды СК, но вот команда Оптик решила все-таки делать атаку под точку B. Рад вас всех видеть, друзья. Хорошо, что пришли, хорошо, что сейчас в такой, знаете, своей атмосфере, такого лампового стрима. Посмотрим североамериканский Counter-Strike, я думаю, что вам понравится. Ну и плюс сегодня, конечно, матчи максимально интересные. Вот Оптики должны показать хорошую борьбу на карте Cobblestone. Ну а Трейн, конечно, посмотрим, что там будет уже. Ну и пошел здесь выход под точку B. Вот собираются три игрока через лонг выходить. Ну и Станислав уже спрыгнул в дроп-рум и на флай делает опен-фраг. Заметил он колд-зер, а тут же размен атака. Ну и Станислав вместе с Фенексом делает по минусу фолл. Он вместе с Ферром остается... Ой-ой-ой, уже остался только фолл. Ну и ситуация, конечно, один в три. Есть найперская винтовка, есть... А, есть юспик, нужно уходить сейвить. Даже брони нет, не говоря уже про диффускиты. Да, видимо, что Габриэль Толедо уходит на сейв. В рукав. Ну и это очередной раунд для команды Optic Gaming. Все-таки не зря они начали за атаку. Для многих, я думаю, что это был сюрприз. Учитывая, что ты выиграл ножи. Ну и пошел играть за слабую сторону. Вроде как слабая сторона атака. Если вы со мной не согласны, то пишите. Пишите в чат, какая для вас сейчас сторона сильнее. КТ или атака на карту Коблстоун. Ну и мы с вами немножко можем подискусировать насчет этой темы. Тем временем сейчас становится 4-0. Ну и оптики по-прежнему впереди. Сейчас, конечно, не мешало бы попробовать СК поставить фоллона на Б или хотя бы занять четвером точку Б. Фоллона остались в соло на точке А. Друзья, все вы топовые. Все 1600 человек, которые пришли сегодня на стримчик поддержать меня, ну и посмотреть, поболеть за свои любимые команды. Ну или вообще просто посмотреть красивый Counter-Strike. Все вы топовые люди. И я вас очень рад видеть. Работает сегодня с вами Артур Обиван Величко. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Ну и, естественно, на мою группу. В кантике. Я ссылочку скинул. Пошла раскидка под точку Б. Ну и сейчас уже 4 игрока будут принимать. Также есть нейперская винтовка у Фоллона. И вот пока что он не попадает. В колдзер... Да. Колдзер сделал первый минус. Тут же размен пошел. Ну и так. А также добивает. Раш что-то сорвался совсем. ФНХ работает сейчас на камне. Ну и заметит ли? Да, замечает гол у Тарика. Делает минус ответный. Ситуация 3 в 2. Но тут можно попробовать, конечно. Было бы, если немножко активизироваться. Еще один минус от ФНХ. На флай погибает. И уже ситуация 2 в 2. Такое, на самом деле, можно брать. Можно брать. Но если, конечно, Раш позволит. Делает он еще один минус. Но и остается только Фер. Работает он сейчас за камнем. Два игрока уже его контролят. Это всюду. Я думаю, что... Не мешало бы ему уже... Подобрать какой-нибудь девайс. И попробовать уезжать на сейв. Нет, все-таки не получилось. Ну и Раш оформляет квадрокилл в этом раунде. Дорогие друзья, сейчас становится 5-0. Ну и снайперская винтовка Габриэля Толеда не сработала. Ты не пов помнишь за террористов? Да, особенно, когда они играли против Virtus.pro. Я там в Салатину просто проиграли. Ну, вы знаете, друзья... Сейчас все больше и больше раундов берется как раз-таки за сторону атаки на карте Коблстоун. Ну и пока что мне даже самому интересно было бы с кем-то не просто поспорить, а поддискуссировать. Пошел выход здесь уже на мид. Эй, жесткий спрейл от Фера. В размен выходит здесь Тарик. Ну и также еще один минус от Фолона. Остается только Тарик вместе с Миксвеллом. Два игрока. Ну и также еще слепой FNX делает минус по Тарику. Остался только Снайпер команды Оптик. Но это Миксвелл. Последнюю карту, которую я комментировал, дорогие друзья, Миксвелл, чтобы его команда здесь выиграла 16-14. Блин, не вспомню даже у кого. Но это тоже была Северная Америка. Второй ЕЦС. Второй сезон. И там товарищ Миксвелл просто настрелял 41 фраг, друзья. Поэтому вот такая вот штука у нас интересная. Ну и тут таймингово выходит Колд Зеро, делает минус и первый раунд для команды СК. Ну вот, конечно, не получилось у кого-то из игроков. Это Атака, наверное, был. Не получилось у него взять Снайперскую винтовку. Поэтому вынужден сейчас играть бразильцы без Авика. Против Ликвид. Спасибо, спасибо, дружище. Да. Ну, много матчей я комментирую в последнее время. И очень много ночных. Поэтому не все могу запомнить. Помню точно матч, помню фраги. А вот оппонента не помню. Тарик попадает сейчас по Колд Зеро на длине. И уже немного его продамажил. 50 кп осталось. Также еще попали по ФНХ. И тут как-то нужно немножко поаккуратнее. А тем временем Станислав в соло работает под точкой А. И ждет только поджима. Так как 4 игрока работают под Б. Ну и пошел здесь раскид какой-то... Не самый, конечно, активный. Просто решили выкурить, возможно, кого-то. В Дроп Руме. Но тут смотрите, как играет команда СК Гейминг. Они полностью отдают дроп. Только лишь ФНХ стоит под окном и чекает. Но здесь уже врывается Фоллан. Делает минус. Забирает себе калаш. Ну и пора делать выход. Потому что если сейчас кто-то сместится, то уже будет все крайне печально. Микс Велл уже работает в Дроп Руме. Уже спрыгнул со своей снайперской винтовкой. Ну и тут, конечно, его уже отовсюду смотрят. Отовсюду ждут. И я думаю, что сложно будет. Крайне сложно выйти. Но он, замечая здесь первого колдзера, не попадает ноузумом. И пошел здесь помогать сразу. Делает первый минус. Спред. Все-таки так остается победителем этой перестрелки. Но сейчас ситуация 2 в 3. Така. Не получилось. На флай забирай этого. Ситуация 2 в 2. Бомба устанавливается. Тарик. Остался один. Против Фоллона и Фера. Инфы по Фоллану абсолютно никакой нет. Если только, конечно... Вот сейчас спалился Габриэль. И уже нужно выходить. Уже нужно выходить Тарику. Делать первый минус. Но тут же размен от Фоллона. Спалил он своего оппонента. Ну и сейчас, естественно, Фер бомбу раздефузит. Ну и это второй раунд для команды СК Гейминг. Ищет он диффуз-киты. Ну и все вовремя. Подобрал снайперскую винтовку. Даже не... Даже не надо было ему делать какой-то фраг. Просто... Просто его оппонент сгорел на молотом. 5-2 становится счет, друзья. Ну и седьмой раунд у нас впереди. Ну что ж, смотрим дальше. Смотрим... Да, кто... Сейчас бы... Сейчас бы не писать в чате, когда человек сгорает на молоте и зерс. Было бы, конечно, прикольно. Ну и видим мы, что... Не самый лучший бай у команды Оптик Гейминг. Появляется 4 калаша, 1 тек 9. Немножечко страдает их экономика. И если следующий раунд не проигрывают, то дальше будет куда сложнее. Поехали. Поехали. Три игрока под точкой B. Два игрока. Станислав и на флайш ждут поджима с Аплента. Ну и также все то же самое у команды СК Гейминг. Два работают на точке А, конкретно на рукаве. Ну и три игрока работают под точкой B. То есть, более-менее, ребята одинаково выбирают позиции. Ну и, конечно, понимают, кто как играет. Я думаю, что они уже не раз встречались на этой карте. И знают, что да как тут происходит. Спрыгнул уже один из игроков. Даже, может быть, два. Нет. Роупен фраг от Калдзера. Тут же еще минус атака. Ну и погибает здесь еще и на флай. Остается только Тарик вместе с Микселлом. И как-то снова неграмотно выходит вся команда Оптик по одному. Буквально без всякого размена. Ну и, естественно, это не может не радовать фанатов команды СК Гейминг. Пошла раскидка тут на точку B. Ну и слепой Калдзера смог, нашивает. И даже немножко попадал. Хорошая АЕшка заютила. Тарик и Микселл делают по минусу. Ситуация уже не просто 2 в 5. А вот уже 2 в 3. И такое, на самом деле, можно не просто брать, а легко вытаскивать. Но тут работает Фоллан. Делать минус. Ползать здесь ФНХ через Дропрум, конечно, сложно будет. Сейчас Микселло, но он может попробовать. Делать первый минус. Кондрит его уже Таледа. И все-таки, все-таки оформляет ключевой фраг. Третий раунд для команды СК Гейминг, друзья. Ну и, видимо, что пока что оптиков что-то поломалось. Три раунда подряд они проигрывают и не знают, куда заходить. Я поставил, что оптики возьмут 8 раундов. Если ты поставил, что оптики возьмут 8 раундов за одну сторону, то тут, конечно, рискованно. А если за всю карту, то уже пятерочку взяли. И я думаю, что однозначно твоя ставка сыграет, друг. Ладно, поехали. Девятый раунд впереди. Ну и как-то тут агрессивно играл оппонент на флая. Но я даже не знаю, почему он не попробовал его наказать за это. Пошла раскидка под точку ай. И вот тут два игрока. Это фолн вместе с фером будут пробовать его останавливать. Этот самый выход. Ну что, а будет ли какой-то врыв там в смог, я не знаю, или же нет. Или же тут просто прострелечки пошли. И какие-то всевозможные бесполезные траты гранат. Там флешки я видел, что вылетали. Но пока что выхода никакого нет. Решили захолодиться немножко оптики. Ну и правильно делают. Как бы тут уже сместился третий игрок. Это колдзера, который работает на планете. Но вы сами понимаете, что выходить против двоих, когда был тайминг. И что выходить против троих. Тем более, что нет инфы по последнему игроку. Ну и под точкой Б тут на флай яростно пытается показать, что все-таки возможно выход именно в эту сторону. Я тут стреляюсь. Я тут раскидываю, друзья. Мы бы не выходить именно сюда. Да, и заставил он сместиться сюда FNX. Но, видимо, что все-таки пошел выход на точку А. Ну и жесткий спрей от Фера делает первый минус. Станислав погибает. Ну и тут серия разменов. Попали здесь еще и по на флай. Фолн работает сейчас под девяткой. Конечно, у него хорошая ситуация. Что это? Куда же берет на флай? Почему не чекнуть под девяткой? Почему он бегает спиной к своему оппоненту? Что-то непонятно сейчас оформил этот парень. Но, видимо, что четвертый раунд для команды СК Гейминг. И уже четыре подряд. Четыре подряд оптики решили сделать такой своеобразный форсбай. Появились пистолеты. Но и Микселл будет играть с Глоком. Ну, хотя бы без брони. Пойдет раскидка точки бета, как пять игроков уже находятся прямо-таки там. Ну и, возможно, это будет под раскидочку какой-то быстрый раунд. Задавить стеками. Попробовать забрать девайсы. Ну и вообще установить бомбу. Я думаю, что это вот главная задача этого раунда. Что думаешь насчет СК против Клауд Найн? О, в плейте от Коудзера делать минус. Это уже размен. Станислав также забирает еще и Коудзера. И вы посмотрите, никто не проверил так. Атака уже два минуса сделала. И добивает еще и Тарика. Ну вот, возьмем, пожалуйста. Не проверил никто Курятник. Ну и там такой засланный казачок остался, который сделал три безответных минуса. Пять-пять, друзья. Первая временная ничья. И вот пять подряд берут оптики. Я думаю, что сейчас должен однозначно включаться Mixwell. Несмотря на то, что у него... Ну вот... Несмотря на то, что у него 12 фрагов, мы не особо видели, чтобы он блистал. Хотя этот парень уже в соло нам очень часто показывает свою игру. Невероятную причем. Вот. Так что посмотрим. Может быть именно сейчас ему не хватало снайперской винтовки. Что насчет СК против Клауд Найн? Так там вообще будет интересная игра, друзья. Я думаю, что СК максимально сильно хотят реванша после обидного поражения в домашнем турнире. Я напомню, что там особых шансов не было. Потому что, конечно... Да, поборолись они на первой карте, на оверпассе. Но дальше две. Это просто... Или наоборот оверпасс была вторая карта. Да, по-моему, вторая. Первую выиграли Клауд Найн. Вторую выиграли 19-16. СК Гейминг. Ну и третью 16-5. Там буквально жесткий развал. Эта карта даст 2. Пошел выход в дроп рум. Фолдзер одел от опенфрак. Тут же Раша разменивает своего оппонента. Фолдон попадает по нафлайу. Добивает его в тэка. Но и сейчас ситуация 3 в 3. Ну тут бы Фолдона дожать. Но, видимо, что заметил он своих оппонентов. Да. Грамотная игра от Габриэля. Также делает еще минус по Станиславу. Стасик отъехал буквально незамеченным. Ну и тут, конечно, просто в жестком недоумении. Миксел вместе с Рашем. Ситуация 2 в 3. Куда выходить, пока непонятно. Первый оверпасс. Ну, спасибо, что пишете. Я же говорю, что пока что с моей памятью не все круто. Круто. Не могу запомнить полностью все матчи. Миксел. Боже, ну что ж такое? Сколд Зеро. Миксел замечает еще одного игрока. Есть информация, но нужно ставить бомбу. Не успел. Бомбу не успел. И сейчас нужно засейвить. Нужно засейвить. И ему это так и не позволяет. Ну и видим мы, что у Миксела осталось 200 долларов. Да. Не засейвить, ни бомбу поставить у него не получилось. Шестой раунд для команды СК. И полностью переломили они ход игры против своих оппонентов. Ну что ж, смотрим дальше. Снова пистолетный раунд от оптиков. Четыре тека. Ну и также Глок у Миксела. Подсадка от ФНХ. Если он сейчас забежит и пойдет пушить, то все. Просто весь выход сломается. Ну а здесь Фоллан уже ждет. Делай первый минус. Станислав отъехал. Живет. Главное, чтобы жил сейчас Фоллан. Ему наверняка тиммейты кричат живи. Но тут Раш обрывается стэком. Делает ответный минус. Также минус еще от Тарика. Погибает Плдзера. Ситуация 3 в 3. Но есть снайперская винтовка, от которой может работать товарищ Раш. И никто не читает ФНХ. Где инфа? Ну вот тут у Тарики без инфы справляется делать первый минус. Еще забирает еще Эфера. Но и остается только так. Ситуация 1 в 3. Тарик уже минус 3 сделал. Ну и конечно очень жестко. Есть инфа-патака. Но ему нужно работать. Ну как же ты выпускаешь на флай? Вот я бы сейчас на месте Тарика, конечно, немножко был огорчен. Но все-таки шестой раунд для команды оптики. И смогли они размочить эту серию из шести безответных раундов от команды СК. А все почему? Потому что Тарик поднял себе Тек-9. И настрелял там абсолютно всем. Фу, он как только мог жил. Я не знаю, очень долго он монсовал там на 90. На этом карманчике. Ну и видим мы, что все-таки не домонсовался. Тринадцатый раунд у нас начинается. Не самый лучший бай от команды СК. Здесь есть авик у Фоллона. Два пистолета. Есть М4А4. Ну и МАК-7 у ФНХ. Работает он сейчас в дроп-руме. Но куда же еще пойдешь с этим девайсом? Там еще, конечно, можно в рукаве. И вблизи на ланге. Но тут... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Станислав погибает. На флайд делать тут же размен. И минус еще и от Фоллона. И уже в большинстве команды СК. Но, видимо, что... Все-таки ребята с пистолетами не смогли взять девайсы. И какая ошибка сейчас от Миксула. Фоллон ей воспользовался. Сделал минус. И сейчас пойдет... Пойдет врыв. Двоих. Или не пойдет? ФНХ! Ах, горит. Но все-таки Раш выживает. Выживает. Делает еще один минус. Тут же размен от ФНХ. Ну и остался только лишь Тарик. Жестко байтит его. Один из игроков. Это Така. Тут же погибает. Ситуация 1-2. Бомба на руках у Тарика. Такое, конечно, можно попробовать. Есть время. Есть время даже, чтобы уйти на точку. Но, видимо, что сыграл он как-то прямолинейно. И тут же Фоллон его наказал. Минус 3, кстати, от бразильского снайпера. Ну и сейчас, благодаря этим качелям, у команды Оптик нет денег на бай. Абсолютно нет денег на бай. Вы посмотрите, сколько. Там только у Раша может быть калаш. И у Нафлая. Ну и, видимо, что снова пистолетный раунд. Есть два Тека. Три по 250. Есть небольшая раскидка. Можно пробовать. 7-6. Нужно брать седьмой. И там уже пробовать выиграть свою пистолетку. Здорово, начальник. Привет, друзья. Рад вас всех видеть. Работает сегодня Артур. Ну, куда же... Как ты ставишь бомбу, Тарик? Твою не просто попу. Тут еще и большую часть спины было видно. Неграмотный смолк какой-то положили. И уже, как минимум, первую половину выиграет команда СК Гейминг. Так вот, друзья. Рад вас всех видеть. С вами сегодня работает Артур Обиван Величко. Подписывайтесь на наши социальные сети. vk.com.slash.ksl.tv Там все самое интересное от Старладера. Ну и, естественно, на мою группу буду вам признателен. Я скинул ссылочку в чат. Я думаю, что вам что-нибудь там интересное тоже будет. Естественно, будут всякие розыгрыши. И также будет немножко информации. Хорошая хаешки залетела по Тарику. 62 хп оставила. И вы посмотрите, как же тут... Как же тут нас... Наспреили друг в друга. Но, видимо, что на флай не оказался победителем. Бомба находится под точкой Б. Три игрока также в этой степи. На флай сейчас смещается туда же. Остается только Станислав. И, возможно, этот парень... Ну, как обычно, играет такую приманку. Знаете, пытается везде попробовать нашуметь. Но, тем временем, Миксл делает минус по колдзеро. Делает минус. И ползет здесь Станислав. Инфы по нему абсолютно никакой нет. Фолон не знает. И все-таки знает. Все-таки Фолон что-то знает. А тут пошел выход на Б. Минус от ФНХ. Тут уже размен от Раша. Но и сейчас, конечно, на флай должен дожидаться Фера. И не пропускать его. Одного пропустил. Дождался Фолона. И все-таки ошибка. В такой штуке еще можно немножко проиграть. Фолон врывается. Но тут же его на флай наказывает. Остается последний Фер. Работает за плентом. И почему он работает как раз-таки с ЦЗшкой. Непонятно. Ну, ладно. Ничего. Последний раунд закрывает за собой Оптик Гейминг. И такое небольшое преимущество. То есть, всего лишь в один раунд после первой половины за СК Гейминг. Давайте пройдемся немножко по фрагам. Кто-то говорил, что Фолон не самый лучший снайпер, друзья. Но вот теперь посмотрите. Команда СК. Фолон 17 на 8. Здравствуйте, говорит Габриэль Толедо. И показывает хороший Counter-Strike. По крайней мере, со своим АВиком он особо никого не прощает. Фер идет вторым. 10 на 11. Так, 11 на 11. ФНХ 9 на 13. Колдзера 8 на 12. Ну, и команда Оптик. Раш. 13 на 10. Опять же, снайпер тащит. Миксвул 15 на 10. На Флайд 13 на 10. Тарик 10 на 13. Ну, и своеобразное мясо, которое пускает в основном в себя первым на отвлекающие маневры. Это Станислав. 4 на 12. Ну, или просто этот парень пока что не нашел никакой своей игры. Ну, что ж, смотрим. Вторая пистолетка пошла. Ну, и видим мы сейчас, что устрем... Ой-ой-ой, тут бы не ошибиться. Рашу слышит он инфу, что это все-таки точка Б. Точнее, точка А, где он и стоит в соло. Ну, и пошел выход через яму пятером. И тут нельзя открываться Рашу. Ну, да. Ошибка. Ошибка. Так, а делать минус. Тут же еще минус от Фера. Ну, и все. Это все. Это точно все. Тарик. Один ответный минус. Ситуация 2 в 4. Очень грамотно сейчас выходила команда СК. Ну, вот минус от Клдзера. Это последний на флай. Ну, и тут же, тут же его разменивают. Сделал он все-таки минус по Клдзера. И фолл он его добивает. Ну, вот что там было, конечно. Если не ошибаюсь, то Раш самый первый умер, да. Вот он был сейчас в рукаве. И почему-то побежал стреляться прям вплотную с ребятами, которые выходили пятером из рампов. Ладно, смотрим. Вторая пистолетка для команды СК Гейминг. И счет становится 9-7. 9-7. А вот тут, вот тут, команда оптик берет просто пистолеты и врывается. Ну, помогите, кто-нибудь. Станислав делает два минуса. Вот вам и человек, который первый выбегает. Еще продамажил немножко ФМХа. Минус от на флай. Бомба лежит. Вы понимаете, что ситуация сейчас 2. 2, 2. И еще и красный фер. Добивает здесь фер. Остается только лишь колд зера. Ситуация 1-4. Делай первый минус. Проедальше. Но это уже размен отмиксывал. Вот вам, пожалуйста. Вот вам и Станислав, который врывается буквально в соло на лонг. И делает два минуса. Плюс еще третьего продамажил. Вот. И невероятная эко. Даже, причем это был не форс бай. Там были просто пистолеты с одной флешкой, друзья. Не было брони. Ничего не было. Это очередной раунд для команды Оптик. Ну и сейчас вынужден делать либо форс, либо пистолет на ИСК. Ну и видим мы, что появляется все-таки форс бай. Три тека. По 250. Галилуфера. Ну и тут очень хороший бай у команды Оптик. Да, конечно. Я вижу ваше негодование. Особенно те, кто болеет за ИСК. Те, кто на них ставил. Но тут очень что-то такое странное получилось сейчас. Непонятная бомба лежит сейчас на платформе. Там дерево перед точкой А. Ну и сейчас потихонечку, помаленечку, команда ИСК смещается под точку Б. Стасик забожил. Да, Стасик иногда может. Но особенно, когда у него нет брони, есть пистолет и нужно ворваться на пятерых буквально. На лонг под флешку. Ну, просто грамотную флешку кинул тиммейт и этот парень ворвался. Он еще так, знаете, дамажил не сильно. То есть он там сначала не попадал по головам, потом все-таки добил одного в тело. Попал по голове второму. Ну и еще и третьего так хорошо продамажил. Ну что ж, 35 секунд до конца и пора команде ИСК выходить. Да, пошел выход. Дропрум. Решил выпрыгивать здесь? Нет, никто не решился. Пошел выход уже на саму точку. И уже жесткий спрей от Раша. Минус два. Тарик на флай, Раш. И остается последний колдзера. Ну и у него, у него все-таки, да, спрейл со своего технайна. Товарищ на флай. Минус два от Раша, минус два от на флай. Счет становится 9-9. И денег нет у команды ИСК. Человек, который писал мне про то, что поставил на оптик гейминг, что они возьмут 8 раундов, я тебя поздравляю. У них получилось. Свои денежки ты выиграл. И можешь дальше посмотреть вместе со мной хороший контр-страйк. Я надеюсь, что тебя все устраивает и тебе, как бы сказать, тебе интересно и весело. Что это за матч? Этот матч... Так, тут размен. Фер делает два минуса. Фер делает минус, тут же Тарик разменивает и еще забирает колдзера. Остается последний така. Ситуация 1 в 4. Но вот с этим Эко, конечно, не так, как с Эко от Станислава. Немножко не все круто получилось. И тут уже два лица, посмотрите. Два лица стоит и ждет. Есть инфа. Есть инфа сейчас по така. Ну и смотрите, до него просто два стоит, смотрит. И жесткий спрей. Наконец-таки Станислав попал. Забирает он последнего игрока. Ну и сейчас становится 10-9. Впервые после долгого времени повела команда Optic Gaming. Комментирует Артур Обиван Величко. Сегодня с вами всю ночь, друзья. Буду находиться на этом североамериканском контр-страйке. А матч этот в рамках ECS Season 2 Северная Америка, друзья. Первое, четвертое место проходит на LAN-финалы, которые будут в ноябре. Ну и сейчас встреча между ребятами, которые занимают второе место, это СК. И ребята, которые занимают четвертое место, это команда Optic Gaming. Какие кэфы, я, честно, без понятия, друзья, если вы, ну вот, меня про такое спрашиваете. Я, как бы, по матчу знаю, но вот, кто сколько дает, не знаю, даже сколько на лаунже не в курсе, если честно. Но знаю точно, что немного на было на Optic. Потому что все как-то в них не особо верят. Хотя, видите, парни ведут на своей карте. Ну, Тарик тут ошибся немножко. И вот сейчас на флай должен как-то пробовать. Попадает Патака. Что ж, неприятно. 25 все-таки поменьше, чем 46. И, конечно же, Капитан Очевидность во мне сработал и сказал вам очень важную информацию. Готовится здесь раскидка на точку Б. Прям-таки, знаете, вот откуда с А. Этот раунд уже делают все буквально. Все, что мы видели, эти же СК, Виртус Про, НИПы, все делают этот раунд. Раскидывают точку Б вот с этой позиции. Ну, а мы посмотрим, как же там ее получится принять команде Optic Gaming. Конкретно даже на флай. Есть у него снайперская винтовка. Ну и сейчас так и нельзя открываться. Хорошая флешка. На флай не палится. Не попал. Вот первый раз не попал. И тут нужно быть поаккуратней. Потому что на флай уже настреливает Така. Пошел выход здесь. Можно словить в рядочек. Можно словить в рядочек. Никто не знает, где здесь на флай все-таки погибает. Микселл потеет. Один буквально на пленте. Врывается, делает еще один минус. Уже размена Така остается последний Станислав. По нему информация уже имеется. Делает он первый минус Така. Контролит его 16 хп у Така. Ну и еще здесь фуловый фер. И вы сами понимаете, что такой раунд не просто сложно взять. Практически нереально. Стасика один против двоих. Дефус киты есть. Бомба установлена. Ну и время, конечно, работает не на него. Да, ну и Така добивает его. Два минуса от колдзера. Два минуса от так в этом раунде, друзья. Ну и СК забирает очередной. 10-10. Деньги на бай есть у оптиков. Я думаю, что они будут его брать. Должны, по крайней мере. Бэнк, бэнк, бэнк. Оптик в здании. Всем привет. Пошел выход здесь. Миксел ждет. Не попадает. Что ж такое? Почему-то не идет пока что игра у этого снайпера испанского. Причем таки молодого. Ну и пошел здесь выход на точку... На точку А. Здесь уже Станислав работает. Делал первый минус. Просто тут же размен от FNX. Здесь Миксела будут закрывать. Однозначно. Така делает минус. Тоже еще минус от Фера. И ситуация уже 2 в 3. Конечно, сложно будет. Бомба пока что выпала. Она не устанавливается. Но вы сами понимаете, что... Тут уже полный контроль от бразильцев. Конечно, если сейчас Тарик выпрыгнет, то тут же его фолон должен прикрывать. Вот правда нет информации по двоим игрокам. Есть инфа, что был 1,9 стрелял с эмки. Сайленсера. Ну вот, а по второму никакой инфы нет. Ну и сейчас фолон потихонечку, потихонечку выходит. Ну и тут, конечно, Тарик. Вот сейчас у него идеальная позиция, чтобы забирать машину. Но он... Он решил просто пострелять по цветочкам. Просто решил пострелять. И тут, конечно, уже все плохо. Атака. Зашел сейчас со спины и... Будет работать с ямой, что ли? Или же нет? Нет, все-таки вернулся. Здесь уже минус от Фера. Забирает он Тарика. Ну и еще одного также в придачу за собой уносит. Ну что же, друзья. 11-10. И снова какой-то... Такой врыв на байраундах от команды СК Гейминг. Ну я, друзья, напоминаю, что это карта, которую пикнули ребята из команды Оптик. То есть это вам... Не то, что СК пикнули свою лучшую карту и сейчас у них тут не прокатывает. Ну и тут все-таки снова пистолетный раунд от Оптиков. Ребята купили себе 3 по 250-х. Есть... 5-7. Ну и дефолтный... Дефолтный... Глок. Ну и сейчас фолланы должны разменивать здесь. Но тут же помогает ему ФНХ. И это полный отвал. Остается последний раш. Бомба находится под точкой Б. Но ему сейчас хотя бы один минус сделать. Было бы уже сладенько. Но не прокатило. Атака добивает и его. Сейчас становится 12-10. Деньги на бой есть. Есть. Есть даже снайперская винтовка. Купил ее раш. Нет? Не купил. Ага. Ага. Угу. Я понял. Миксвелл будет играть сейчас с М4А4. Но у него и с этим... С этим, говорю. Боже. Хотел сказать и с этим, и этим. И объединил все в одно слово. Но ничего, вы уж меня простите. С этим девайсом у него тоже игра хорошо идет. И я думаю, что он должен продемонстрировать нам что-нибудь интересное. Но тем временем, тем временем, четыре игрока находятся под точкой Ай. Только лишь Коулд Зеро пытается тут прочекать все поджимы. Сланга. Может быть услышит что-нибудь интересное. Станислав делает опенфраг по Тако. И еще нас проил немножко по Феру. Но нужно уходить. Нужно уходить. Иначе тебя могут тут быстренько прикрыть. Минус от Миксвелла. И еще один минус от этого испанского игрока команды Оптик. Ну, вот он, пожалуйста. Только не взял снайперскую винтовку. Сделал сразу же два минуса. Таких причем важных минуса. На центре карты. Поехали дальше. Замечает сейчас Миксвелла. Надо бы ему флешечку хорошую, чтобы он открылся. Миксвелл погибает. Уже размен от Станислава. Остается последний Фоллан. Ну, и Габриэль Толедо. Один против всей армии команды Оптик. Ну, неплохой раунд для Оптиков. Очень много сделал, конечно, Миксвелл. Спалил буквально всю контору, которая двигалась под точку. А также там Станислав хорошо отработал. Ну, и это одиннадцатый раунд для команды Оптик. Как у Клауд Найн с Трейном. Все хорошо у них с Трейном, друзья. Ох, посмотрите, какой смог. Я даже успел вам показать. Что это такое? Смок на длину просто с машины. А тем временем Миксвелл делает Опен Фраг. Так, у меня зависло Гоу ТВ, друзья. Так, Гоу ТВ зависло. Ну, ничего страшного. Я думаю, вы простите. Ну-ка, ну-ка. Давай, отвисай уже. Все. Фух. Ничего даже не пропустили. Вот это сладенько. 12-11. 24-й раунд впереди. Ну, и, видимо, что хороший бай у одних и у вторых. Но уже Опен Фраг был как раз-таки от Миксвелла. Заметил Испанец Така и сделал тут же Опен Фраг. Так, бомба смещается под точку Б. Ну, и вот не угадывает пока что оптики. Раш потихонечку, помаленечку идет именно туда, куда не нужно. Ну, и сейчас Старик работает в этом рукаве на длине. Вместе с Нафлайм, который на лестнице, будут двоим принимать лонг. Потому что бомба как раз-таки находится именно на этой точке. Да, друзья, я сегодня всю ночь с вами. И следующая будет игра Оптик против СК. И в спину заходит Станислав. Делает вовинца. Как я его пропустил? Вот это невероятный поджим с точки А. Тарик. О, вся инфа по бомбе уже есть. И вот два игрока. Это Фоллэн вместе с своим другом ФНХ. Они должны уходить. Тут еще попадают по ФНХ. Что это? Да, видимо, что бразильцы уходят на сейф. И это снова ничья, друзья. 12-й раунд для команды Оптик. Все-таки, все-таки, теперь мы понимаем, почему они играют именно эту карту. И почему... Почему они у такой сильной команды берут 12 раундов. Нет, друзья. Если кто-то сейчас только что присоединился к трансляции, вы ничего не пропустили. Сейчас самое интересное впереди. 12-12. И, видимо, что 25-й раунд впереди. Первая карта. Ну, вообще, первый матч сегодняшний. СК против Оптик на пике команды Оптик. Это Кобблстоун. Так, потихонечку. На флай прочекал. Никого нет на ланге. Бомба. И все 5 игроков под точкой Б. Неужели Стасик снова будет пробовать поджимать? Ну, предыдущий раунд он сделал просто... Что-то максимально... Просто грамотное. Что-то очень интересное. Ну и сейчас. Форс Байв от команды СК. Есть два калаша. Есть... Йонпишка. Снайперская винтовка от Фоллона. Ну и также Фер будет играть с Тек-Найном. Потихонечку приближается. Тут еще попали ХАЕшкой по атакам. Неприятно. Пошла раскидка Б-Плента. Ну и бомба отходит куда-то подальше. Видимо, Колдзера не хочет выходить первым. Ну и 50 секунд остается. Пошел выход. ФНХ прыгнул уже. Замечает одного делать минус. Тут же размена Траша. Ну и... Блин, конечно, что-то непонятное делает сейчас. Команда Оптик. Не самый лучший прием. Но, видимо, и сейчас, что бомба пока что не установлена. Так, а заходит в спину. Делать минус по Рашу. Ситуация 2 в 4. Нужно уходить на сейв. Нужно уходить на сейв, потому что... Сложно будет выбить у Бразильца хоть что-нибудь. Но все-таки Миксел попытался делать минус по атаке. Ситуация 2 в 3. Бомба установлена. Дефуски-то есть. Можно пробовать такое. Можно. Если, конечно, Фер. Если Фер не ошибется, и уже такое точно нужно брать. Однозначно. Друзья, попадает Миксел еще по Калдзера. Ситуация 1 в 1. Миксел против Фолана. Два жестких снайпера. И это, конечно... Это, конечно, что-то невероятное. Молотов. Горит. Горит Фолан. И все-таки выигрывает этот раунд. Боже, что это было. 13 хп у него. Почему Хаешку не кинул туда Миксел? Почему? Что это было сейчас? Вот если бы залетела Хаешка, то Фолан отвалился бы. Миксел успел раздефузить. И раунд был бы как раз-таки за оптиками. Но... Видимо, что АСК все-таки берут. И сейчас не самый лучший байк уже у другой североамериканской команды. Да, здесь невозможно не написать, что Фолан год. Потому что... Или гад. Как тут правильно? И... Ох, как больно. По голове попали. Два хп осталось у Фера. Неприятно. Очень неприятно. Ну и сейчас нельзя пушить команде оптигейминг. Нужно сыграть как-то более скованно. Ну не просто скованно, да. Скованно это, конечно, плохо. Но более как-то от защиты. Потому что ты продамажил. Ты знаешь, что прилетел хэкшот по твоему оппоненту. Но и сейчас три игрока команды СК потихонечку двигаются в сторону рукава. А там будет принимать это все дело Станислав вместе с Микселлом. Но недостаточно одному заметить, как полетит флешка. И там можно будет делать полную красоту. Флешка откидывается. Немножко мискоммуникацион или еще как-то такое назвать. Станислав горит. Тут же Микселл. Ну и ребята отходят. Ребята отходят. Работают сейчас на змейке. Нужно быть немножко аккуратным. Ну и сейчас Микселл замечает своего оппонента. Жесткий спрей. По-така. Минус голова. Ситуация 4 в 5. Но еще и красный фэр. Попал. Попал Фоллан. И несмотря на то, что прострел жесткий. Коудзера забирает сейчас Станислава. Ситуация 4 в 4. Но два красных игрока. Фоллан. Замечает. Не попадает по своему оппоненту. Бомба потихонечку двигается в сторону точки А. А там только сейчас будет Микселл. Только лишь Микселл. И то он вот. Вот только сейчас прибежал на плент. Туда размещается еще и Раш. Забирает Микселл слепой. ФНХ. И кто бы мог вообще подумать, что такое возможно. Этот парень только что прибежал. Минус от Микселл. Выбил бомбу. Спрей дальше. Тут же размена от Фоллана. Остается последний фэр. 2 хп у него, друзья. Это 13-13. Это 13-13. Не было времени. Фэру нужно было уходить на сейф. Ну и, друзья. Ничья. Снова ничья. Видимо денег на бай нет у команды из Ка. И это скорее всего... Ну должен быть форс. Потому что 1400, 1600, 1800 у команды из Бразилии. Им сложно будет в следующем раунде. Все равно будут плохие девайсы. И лучше попробовать сделать... Хотя вот сейчас поэтому берется пауза. Габриэль Толедо будет рассказывать своим оппонентам. Точнее я говорю оппонентам уже. Своим тиммейтам. Что же лучше сделать. Сейчас они посвящаются. Тактическая пауза от бразильцев, друзья. Покажи, что там у них с пингом. Ну вот примерно посмотрите. Такие вот пинги. 60 у команды СК. Ну и тут 35-40 примерно у команды Оптик. Я, конечно, друзья, не являюсь фанатом команды Оптик Гейминг. Но честно, товарищи Миксел достойны немножко больше, чем играть в этой команде. Ну вот я абсолютно скептически отношусь. И вот знаете, как бы... Но просто игра этого парня, молодого-испанца, она меня не просто пугает. Она меня заставляет думать, что он ненадолго остался в Оптик Гейминг. Что пора его подписать кому-то другому. И желательно каким-нибудь стопом. Он прекрасно себя чувствует, что с авиком, что с винтовками. Буквально как испанский Симпл. Ну и тут. Все-таки делает Форсбай команда СК Гейминг. И готовится потихонечку, друзья, выход на точку Б. Пошла раскидка. Сейчас хорошая ХАЕшка. Но продамажила не так много, как могла. Пошел выход. Быстрый выход. Минус от Тарика. Тут же должен быть размен на Флайт. Забирает еще Раш. Погибает также. Минус от Миксел. Остается последний Клдзера. И тут же прострел от Миксела. Ну, боже, что-то этот парень знает. 30 фрагов уже, друзья, снова Коблстоун. И снова он фраг-лидер в своей команде. Снова он буквально в соло тащит ее. Ох, денег нет. СК Гейминг. 14-13 проигрывает. Нужно делать фулл эко. Это практически 100%. Ну, вот 90%, что оптики берут этот раунд. Счет будет 15-13. И там будет очень сложно. Очень сложно, друзья. Ну, и, видимо, что сейчас на Флай играет также со второй снайперской винтовкой. Ох, конечно, играть против эко с двумя авиками. И только с тремя стреляющими девайсами будет крайне сложно. Пошел выход на точку А от двоих игроков вместе с бомбой. Ну, и сейчас Миксел будет пробовать контрить их. Не попадает по первому. Инфа есть. Назад не уйдет, братишка. Не уходит этот парень. Ну, и сейчас Таниславу не мешало бы, конечно, поджать. Замечает он фон и выбивает бомбу. И это однозначно 15-й раунд. Сейчас вся информация есть. Тарик врывается. Делает минус по Фэру. О, как-то все странно делает команда ИСКА. Странно, конечно, даже это мягко сказано. Но сейчас Танислав. Замечает колдзера. Но тот все-таки не смог его перестрелять. Остался только лишь так, а, друзья, с Глоком, без брони. Ситуация 1 в 5. Тут бы не помешал хэдшот по Станиславу, который уже очень далеко стоит. Ну, я думаю, друзья, вы сами понимаете, что очень все плохо. И Миксово добивает последнего атака. 15-13. Ну, и сейчас нужно делать камбэк. Кто там из вас ответственный за телефон, за номера, друзья, пишите номер камбэчный в чатик. Ну, и будем вместе с вами пробовать дозвониться. Желательно, конечно, чтобы это делали болельщики команды ИСКА. Я думаю, что все-таки должны там поднять трубочку. Ну, что ж, 15-13. 29-й раунд впереди. Готовится раскидка Б плента. Вот она. Вот он, такой дефолтик. От всех команд. Два игрока ждут поджимов. Ну, все понятно. Три игрока на раскидке. Два ждут поджимов с Белланга. Ну, и, конечно же... Конечно же, готовится выход именно на точку Б. Принимать все это дело будет три человека. Ох, и тут... Как бы не прогадать. Уже Раш делает первый минус. А можно нам, пожалуйста, как-то показать? Тарик спреет. Минус. Тут же на флай потеет. Тут же размена от Холона. Еще один минус.